Купил Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал им, по неверию вашему. Я так проигрываю эту обстановку, их любовь к Господу, самоотвержение. Они знали, на какое высокое поприще Господь их призвал. И вдруг, как будто ничего нет, по неверию вашему. Вот что у нас не получается? Что-то просим, и нет. И явился бы Господь сейчас, а Он здесь. А мы бы задали вопрос, Господи, вот я хотел так, а почему у меня не получается? По неверию. А ответ один везде. А вот теперь ты испытай свою веру. Испытывайте, верили вы. Давайте посмотрим по Священному Писанию. Порассуждаем. Научимся исследовать самих себя. А вот сейчас бы вопрос мы задали. Все ли, которые вот здесь стоят на окружности, будут в раю? Или кто-то будет в аду гореть? А вот, которые стоят здесь, которые в коридоре, которые в алтаре, все ли будут? Почему-то написано мало спасающихся. И узкие врата, там горбатый вербют не пролазит. Сквозь это игольное ушко. А этих горбов-то нарощено сколько за это время? По каким, интересно, параметрам все-таки можно сегодня хотя бы приблизительно сказать, а у меня вера действительно непосрамляющая. И я веру свою покажу. Яков говорит, покажи мне веру твою, и добавляет, без дел твоих. А я тебе покажу из дел моих. Можем ли мы так смело сказать? Я могу показать веру мою из дел моих. А это надо не только в течение года, месяца, но и каждый день давать отчет. Иоанн Заталуз говорит, ложась спать, подведи итог. Я был верующим, а здесь поступил по вере. А когда искушает сатана, а когда напускает страхи, а сегодня многие это ведь вздыхают от страха. Это мы живем беспечно, потому что мы беспечные. Мы полагаемся на Бога, наша беспечность, она оправдана. А люди, которые не имеют надежды на Бога, они трясутся буквально. И Китай захватит нас, Китай всех порежет. Ой, мусульмане пойдут, они по 300 километров в день будут наступать. Да и каждую ночь-то ложимся, землетрясение тряхнуло и побежали. А ведь завтра-то прикроют магазин, и муки ничего не будет. Что с нами будет? У верующего все эти вопросы исчезают. Я полагаюсь на Бога. Вообще меня это не интересует. Ну завтра-то надо обдумать. Не заботьтесь о Татаршем мне. Прочитал, все, перекрестился. Мой Господь запрещает это делать. Ну хоть немножко-то надо думать о духовном. О сокровище, которое ни мой, ни ржа, ни воры не тронут. И вот Господь в другом месте, Матфея 13, 58, и говорит так. И не сотворил там многих чудес по неверию. Оказывается, и Господь не может сделать, наше неверие ставит преграду. Многое, что мы могли бы добиться, нет у нас этого, по нашему неверию. Мне нравится ответ Серафима Саровского. Не о том речь шла. Но люди видели вот этот поступок его, как он смог сделать. Это не просто так быть одному. Заключенные говорят, самое трудное, когда меня сажали в одиночную камеру. И за ними все время надо смотреть, чтобы что-нибудь с собой не сделали. А это пойти один. И он ответил очень хорошо, говорит, не хватает решимости. А решимость, она рождается там, где твердая вера. Где вера, там героизм. Я верю. И тогда человек идет на подвиг. Матфея 6, 6. И Господь дивился, не верю их. Ничто в людях так не поразительно для Бога было, как не верят. Какие чудеса они сделают, не верят. Вот если по этим сейчас посмотреть параметрам, то ведь верующих нам не меньше будет, чем на самом деле думают. Посчитывать, какой процент верующих, которые в храм ходят. А вера-то есть или нет? Ведь сегодня так, если бы у людей была вера, прекратили бы все аборты. И стали бы думать, а как нищету плодить, да как прокурорить. Вообще вопрос был снят. Страхов этих никаких бы не было. Чуть не так, а нет, с таблетками замучили себя. Если у тебя вера есть, выбрось все. Доверься Богу. Вот все эти помазания было, большего лекарства тебе не дождаться. Ну и еще, когда соборовать будут. Когда причащать будет во исцеление души и тела. Чуть что-то, опять что-то глотает, какую-то химию. Молодые, почка уже не работает, печень захламленная. Поверь в Бога. Это истинно верующий человек. Меня просто не укладывается. Как он может постоянно идти куда-то к врачам? Аса, говорит, был болен ногами и изыскал врачей, а не Господа. Зачем бы это было написано? Но он же к врачам не запрещен. Да, не запрещено. У него были ноги больные. Я тоже едва на ноге стою. Но пока врачей не ищу. Все еще посильно пока. И я боюсь настаивать, что убери, Господи, это что-то другое будет. И может быть заразно. А это не заразно. А внутри под кожей там сухожилия растянуло. Доверься Богу. Марка 9.34 И отец отрока воскликнул со слезами. Верую, Господи, помоги моему неверию. И многие научились и все повторяют. Помоги моему неверию. Но это сказал человек не церковный. Раз. А во-вторых, Дух Святой не был на земле. Два. А третья. Ведь речь шла о совершенно немыслимом. Чтобы человек, которого ни один врач на земле не мог вылечить. Вот о чем я сказал. А ты веришь, что я могу сделать? Мы-то этого не можем сказать. У нас вообще такого нигде ничего нет. Чтобы я верю, помоги моему неверию. Православных христианин эти слова должны забыть. А их больше рядом повторяют. Потому что очень интересно. Я вроде и верю, и не верю. Надвое. Не получится. Ты должен сейчас попасть в ту обстановку. До сошествия Духа Святого. А сегодня, если верую тебе, помоги неверию. А неверию Господь явится, чудес не может сотворить. Все. И упрекает. Прочитали. Дальше. Марка 16, 14. Господь явился 11 ученикам и упрекал их за неверие. Уже позади Голгофа, а веры нет. А вера должна быть абсолютная. Я верю, он воскрес. Но три же дня он мертвый лежал. Ну и что? А если бы сказали 4, я нисколько не засомневался бы. Написано. Ты все время проси веру. Просите, Господь говорит, и он даст. Римлянам 4 глава 20 стих. И он не поколебался в обетованиях Божьих неверием. И что Господь обещал, он непременно исполнил. Значит, поколебаться очень легко неверием. Научитесь отвечать всегда так. Так написано. Господь разговаривает с сатаной. Так написано. Одним словом. Но где написано, надо еще знать. А поэтому исследуй ежедневно. Вот вы вопросы почти не задаете. Не задаете вопросы, но это и радует, что все знают. Зато он говорит, научись не задавать вопросы. То есть научись все это знать. Римлянам 11.20. Они отломились неверием. А ты держишься верою. Вот у нас сколько людей было ушло. Вот возьмешь старую фотографию, начинаешь считать, половину нет. Ну, кто умер. А другие ушли. И мы немножко знаем, где они ушли. Они отломились неверием. Они не могли поверить в то, что спасительность здесь. А почти что-то лучшее имеет. Нет, они таятся. Не разговаривают. Спрашиваешь, ничего не отвечают. Только видна пустота. Ничего не имеет. Ни благовестия. О благовестии даже и не говори. Они отломились неверием. У них все здесь достаточно было. У нас есть архиерей. И по сегодняшний день. Вспоминаем его. Нас никто не отталкивает. А то мы просто так дистанцируемся сегодня после объединения. А на самом деле у нас архиереи. И мы лавра поминаем. Нас лавра не откинул. Это наш непосредственный руководитель. Священство. Рукоположное. Приезжает. Теперь был один, два. Мы сейчас легко можем. Был бы не запрещен. Другой кто-то священник приезжает. И он бы мог помогать здесь. Римлянам 11-23. Но и те. Если не пребудут в неверии. Перебьются. Только одно. У людей много разных причин. Не принимают. Почему? Готовился. Готовилась. Готовилась. Горкосмонавты. Раз. Заболела. Заболела в почке. Совсем. Вылечилась. Вылечилась. Но уже ее вычеркнули из подготовительной команды. Человек готовится куда-то. Что-то раз обнаружили. А у него там родственник раскулаченный. И вот много-много причин. У нас только одна неверия. Красивый ты, некрасивый, богатый, бедный, больной. Никакой роли не играет. Это одно. Я верю. И вера прорубает тебе дорогу прямо к Господу. 1 Тимахея 1.17. Павел говорит о себе в прошлом. Я был гонитель и обидчик. Но так поступал по неверию в неведении. Вот это мы можем сказать. Какие мы были, как поступали. Подводить надо итог. Я все чаще останавливаюсь на этом. Жить остается немного. Потому что только 70 лет. А вообще так все опасно. Какие-то болезни. Сердце может внезапно остановиться. И что делали в неведении, в неверии? Если еще, вот я уже 44 года. Как трудно эти слова говорить, если ты уже верил. Помоги, Господи. Евреям 3.19. И как, и так. Мы видим, что они не могли войти за неверие. Кто? Евреям. Любимое Божие. Избрание, наследие не вошло в обетованную землю. И что стояла в преграде неверия стена? Они не верили, что они могут победить врагов. Враги-то пришли разведчики, они же видели. Города, стены до неба. Да как же мы их штурмовать тобой? А люди какие. На самом деле, сыны инаковые. Они перед ними, мы казались, как муравьи маленькие. Они как деревья перед нами были. И смутили сердца людей. И неверие увлекло их заново в пустыню, и ни один не вошел. Вообще, не поминайте никогда ни о каких болячках. Что вот я бы сделал, но вот это ревности нет. Ведь немногие пошли на благовестие. И за неделю-то эти не пошли по домам. Вот вошел в возраст, а такие же бабушки и ягодисты, они не сидели эту неделю. Они ходили, они свидетельствовали, и кого-то где-то увлекут. Нам-то легче. Мы можем пойти просить святых угодников, святых подвижников, тем более на Алтае Макарий был. Канонизированный. Макарий алтайский. Он трудился среди алтайцев. Изучал их язык, свидетельствовал. Тем более в Сибири трудился, обращал в Север. И на Кенте, митрополит московский. На Нескому обращаются за помощью. Третья книга Едры 7.41. И он говорит так. И вот прекратится невоздержность, и пресечется неверие, и возрастет правда. Пресечется неверие. Ну, начальник, о вечности речь идет. На земле неверие до конца будет. А если будет вера, то в большинстве с вами люди пойдут за ложным руководителем. Третья Едра 15.3. Да не смущает тебя неверие тех, которые будут говорить против тебя. Ибо всякий неверующий в неверии своем умрет. Я ему говорил. Тут написано. Он в неверии так умрет. Я многим свидетельствовал людям. Некоторые один раз увидел, я их больше никогда не вижу. А других видел, и они это знают, и хорошо относятся. Но остаются в своем неверии. Я не могу сказать, вот в этот неверие умрет. Но очень близко. Притом родственники приезжают и вроде признают что-то. А сердце не отдан на Богу. Садятся за стол, молятся. И за стола, молитвы какие-то считают. А видишь, человек совершенно мертвый. Ну ты отдайся Господу. Ты начни каждый день считать. Ни о козах, ни о курицах заботься. Заботься о душе. А кому-нибудь ты сказал, нет, неверие закрывает уста. Ты никому ничего не скажешь. Под разными причинами будешь удалять от разговоров. У верующего, у него поток живой воды. И щелево потекут реки воды живой. Я вам дам Духа Святого. Сия сказал он о Духе. И о Духе Святом надо молиться. Не просто в словах говорить, а ощущать это. Это Дух Святой делает. Когда Дух Святой верит, душу наполняет чем-то неземным. Это нельзя никак передать. Желание отдать все, что у тебя есть. Нематериальное только. И каждый день ты будешь думать о таланте, а не зарытый. А сумел ли я этим талантом поделиться? Ты дал мне, Господи. И вот стоим здесь. Моление очень длинное. Два с лишним часа. А если к каждому слову-то, которое здесь считается, прилепить душой-то, душа-то бы как горела. Я не говорю о каноне, тут ничего непонятного. Там тракт молчания. Но ведь многие эти слова мы знаем. Это слово благовестники, проповедники, воскресенье. Эти слова даже совершенно неграмотные знают. Вот об этом и возвещай. Возьми себе за правила. Неделя заканчивается. Никому не сказал о боли. Никому не рассказал о церкви. Никого не пригласил на занятия. Напрасно все было. Начни скорбеть и плакать. А что я отвечу перед Господом? Да я больная по врачам. Очень удобно. Врачи такие активные. Они с людьми знают, как милиция. Это не бухгалтерские работники. Замечательно. Да у меня там начинает где-то... Я не могу оформить дом там что-то. Прекрасно. Работники БТИ, они очень активные. Самое место тебе свидетельствует. К ним туда никто не пошел, бы тебя Бог так поставил. Ты сама думай. Вот я иду к тем людям. А какие они, активные или нет? Как с ними? Вот я был недавно с банковскими работниками. Но они сидят только с бумажками. Это люди такие как засушенные. И было есть кабинет. Я сижу, они все склонились над столом. Одна за другой подходят, подходят. А я еще ничего не сказал. Только-только начал говорить. Они все побросали свои счетные машины. И все столпились вокруг. Ну, только подавай материал. Идете с тобой, возьмите визитки. Рассказывайте им о величии Бога, как хорошо быть со Христом. Премудрость Соломона 1, 29. Господь обретается кем? Не искушающими Его. И является не неверующим Ему. И сразу вопрос. А Он мне являлся? Когда? Как? Какой день Он тебе явился? Когда ты просил Бога и получил ответ. Иногда, говорит, является ночью, во сне, при кровенном. Иногда в ближнем, через посещение, может быть через звонок. 3, 18. Верующий в Него получает награду, что не судится. А неверующий уже осужден. Потому что не уверовал имя Единородного Сына Божия. Мы уверовали. Дайте другим это. Это удивительно, сколько мы свидетельствуем, сколько раздаем. Сегодня были в Ираке, а там свидетельствовали, не менее полсотни визиток раздали. И при том люди с желанием слушают, с охотой, обещают прийти на занятия, приходим, никого нет. Сотни! А мы стали считать десятки тысяч приглашения. И никого нигде нет. А эти люди не умерли. Они живые, они где-то сидят. И дальше прикидывая, и на суде Божьем, как это будет? То, что ты пришел, забыл, это Бог восполнит. Ты в один день все это вспомнишь. Чего у нас не хватает? Надо думать и об этом. Ангелесиан 6, 44. Но есть из вас некоторые неверующие. Это Христос сказал. А если он сегодня к нам явится? А если на суде Божьем это будет? Надо вопрос себе задавать. Я верю, а как эта вера проявляется? А не боюсь ли я ко мне сказать? Потому что страх, лицемерие, льстивость ставят преграды. И подарки заграждают род человеку. Бойтесь принимать подарки, где нужно сказать. Ты желал бы обличить, ничего этого не делать. Деяние 14, 2. Но и неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Если бы священники были верующими, разве бы они против нас травили? Вот приходят сегодня, я говорю. Уже все, человек готов взять книгу, послушать, сразу только мою фамилию. Только это он? Нет. А что? А он не православный. А вы встречались? Нет. А что знаешь? Ничего не знаю не православный. Он откуда? Ну это в священниках все-таки плоды растут. По неверию. В священниках ждет страшная расплата, где мы свидетельствовали. Нигде, ни разу мы не встретили, чтобы они сказали правду. Одна ложь. С ними встречаешься, ближе знакомишься. Я специально это делал, чтобы к вам никто не ходил. Сам открыто говорит. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. И Господь сказал фамилию, не будь неверующим, но верующим. А во что верить? Ну что, что Христос открыт измертых. Это самое первое. Первое Петра, 2-2. Для неверующих Христос есть камень. Трудно поверить во Христа, как Сына Божия. Один миллиард мусульман не могут перелезти через этот камень. Хотя они верят, что он сын Марии. Ну, верят, что он сын Иосифа, не от Духа Святого. А они не верят, что он единый равен с Отцом. То есть, если по сегодняшнему, то все до одного мусульманина, один миллиард, попадают под проклятие Седьмого Вселенского Собора. И под все Семь Вселенских Соборов. И тут заигрывать не надо, прямо говорить своими словами. Встречаясь с мусульманином, открывая ему Писание и показывая, Бог будет судить по нашей книге, а не по вашей. Римлянам 15.31. Чтобы, Павел говорит, молитесь обо мне, чтобы избавиться мне от неверующих. Они много пакостей делают. И нам надо молиться. Пошло, Господи, избавим нас от поношения. От неверующих. Люди эти совсем неверующие. Начинаешь говорить, они ничего не знают. Но я хожу, посещаюсь. С кем бы ни заговорил. И назовет храм, в который ходит. Ну, действительно, она ходит туда. Но говоришь в Писании, а зачем им не нужно? Они прямо поносят. Не то, что там благовестие, а Евангелие им даже не нужно. Я вот на днях только встретился. Она говорит, я все время верила и думала, что только два евангелиста есть. Матфея и Иоанна. Остальное даже не слышала. Дальше читаем, вообще ничего не знает. Но против уже услышала. Это и спели ей сказать. У священников одна как будто задача, чтобы никому не дать приблизиться прямо к толкованию Евангелия. Почему с кафедрой не говорят? Люди, ищите блаженного Пепелакта. Я еще ни одного не встретил, чтобы он сказал мне, священник сказал, ищите. Об этом тоже надо молиться. Чтобы священники были верующие, а не неверующие. Потому что написано некоторых священников у веры. А второе, чтобы люди разбирались, с чему он учит. А почему он не допускает? Так тогда сразу уйдут. Он говорит, этого не надо. И она без батюшки никуда, она шагу не может ходить. Без храма она не может шагу шагнуть. Их привязали к себе. Это совершенное неверие. Круг замкнутый. Мы показываем, вот написано. Не верит. Батюшка это не говорит. А что сказал? Не верно-то посвящайте храм. Ходи только в храм. Я все делаю, что в храме говорят. Я каждый пост хожу, посвящаюсь. Криминам 15.3. Чтобы избавиться от неверующих. И первое к коринфянам 7.12. Если некоторые из вас имеют жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Даже если она неверующая, а неверующая, как жить, если все напротив? Ты молиться, а она другое. Я даже не знаю, как это жить. Но значит согласна, она нигде ничего не противоречит. Я думаю, здесь Павел дает заповедь почти невыполнимую. Первое к коринфянам 14.24. Вот если к нам в собрание войдет человек, кто неверующий, то он всеми обличается, всеми судится. А если не войдет, мы на остановке встретились, он обличается нами и судится. А говорит, не судите. Да написано, что судится. То есть мы должны сказать о суде Божьем. Что его? Мы должны показать, что вы то, что делаете в мире, это безобразие. Вот стоять женщину, что вы? Да начинайте об этом говорить. И вы видите, при всех ваших желаниях, вы никогда не получите это. Потому что перед Богом вы мерзвы. Бог сказал. Одно только бей. И они начинают сразу же сдвигаться с места. Так написано в кровописании. Во втором послании к коринфянам 4.4. Апостол Павел поясняет, а почему люди неверующие? Какая причина? Он говорит, у неверующих, у которых Бог века сего, дьявол. А слепил умы, сердце их. Притом с определенным намерением. Чтобы для них не воссиял свет, благовествовая Слове Христовом. И те священники в храмах, которые не допускают, чтобы встречались, говорили, ходили на занятия. Это прямо работа дьявола. Потому что люди эти, которые не ходят, они нигде не ходят. Вот мы ехали в воскресенье, в дом инвалидов. Сестра разговаривала, она говорит, дала ей визитку, а сразу, а вы и называете меня. Не там, я, говорит, ходила на занятия. В городе мы много встречали, я, говорит, ходила. А потом, потом стала ходить в серфе, священник, значит, уже успел сделать. А теперь ходишь, нет, не хожу. И священник ищет, он ее знать не знает. Он отравил, прыснул в нее. Она отравлена теперь в мире. Она теперь сюда не ходит, и она по кросске не пошла. Но он ей сказал, сюда нельзя. Мы-то ее тянули, мы разговаривали, мы открывали. Она не враг. Она с желанием. Но она испугалась, потому что без священника нельзя. Слова его истины. Противоречить нельзя. Все. И она не одна. Когда начинали новое занятие, 120 человек, я сказал, своим стоять в коридоре. Поместиться негде было. Ведь я первое занятие начинал в актовом зале. 700 человек. Всех отравили в газете, в телевидении, по радио выступали священники один за другим. Чтобы никто не подходил. Он не православный, он еретик, он сектант. Читаю снова, что для неверующих, у которых Бог века сего, дьявол ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования от славы Христовой. Свет от благовествования, от проповеди. Итак, Христос упрекнул, дал ответ, что это все по неверию. А как неверие у мужчин насаждается, неверие истребить можно, постом и молитвой, чего не хватает, а постом и молитвой. И там дьявол тоже держал неверие. Поэтому, выходя отсюда, мы идем как бы в море неверия спускаемся. Там мы плывем. И заранее просить Бога, Господи, помоги победить неверие в себе, и чтобы каждому можно было понять. Я в поезде включил яблопестии, и человек слушал, он что говорит, я не верю. Но что он верующий, вот и я поверил. Какие слова, какой напор, какой огонь, не просто сказать, а так, чтобы люди почувствовали. Да, мы идем за Богом. В неверии вашем вы умрете. Ищите Бога, пока не поздно. Чтобы каждый дрогнул и знал, после другого мог сказать, если уж верить, то верьте вот как и указали на тебя. Аминь.